Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире передача технологии и личности цифровой трансформации. В студии ведущие я, Юрий Скачков, моя коллега Светлана Самовичева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Михаил Дугаев, директор департамента информационных технологий Юникредитбанк. Здравствуйте! Добрый день, Михаил! Здравствуйте! Спасибо, что нашли возможность посетить нашу передачу. Первый традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о той компании, в которой вы сейчас работаете. Я работаю в Юникредитбанке. Мы часть группы Юникредит. Это один из ведущих европейских коммерческих банков. Юникредит в России работает с 1989 года с генеральной лицензией. Номер один Банка России. Мы традиционно один из крупнейших и наиболее прибыльных банков России. И мы системообразующий банк в России. У нас в компании работает порядка 4000 сотрудников. Мы обслуживаем более миллиона 750 тысяч клиентов физических лиц. И примерно 27 тысяч юридических лиц. У нас 101 подразделение сети и одно представительство в Республике Беларусь. То есть вы предоставляете полный спектр банковских услуг. Да, мы универсальный банк. Добро пожаловать в Юникредит. Прекрасно. И территориально вы распределены, получается? То есть у вас по России много отделений? Да. Хорошо. Михаил, скажите, а как вы пришли к своей нынешней позиции? Ну, интересуют, наверное, детали вашей биографии. Почему IT? Когда я учился в шестом классе в небольшом красивом городе Черновце на Украине, к нам в университет привезли чудо. Привезли класс учебно-вычислительной техники «Ямаха». Это такие вот толстые черные клавиатуры, потому что в них внутри прямо был компьютер. И так началось мое знакомство с программированием. Кружок программирования у нас там был. Я писал обучающую программу по ботанике. Это в шестом классе? Да. В нынешнее время в шестом классе детей сложно удивить компьютерами. Ну, разве что, если они их не видели, потому что до этого всегда видели только смартфоны. Потом у меня был компьютер дома. И я с удовольствием занимался программированием даже с большим, чем играть в игры, что было более популярно среди моих друзей. Но вообще это не совсем то, к чему я шел. Я целенаправленно занимался подготовкой в физике, в математике. Я поступил в Московский институт стали и сплавов. И где-то уже на третьем курсе я начал постепенно работать в лаборатории высокотемпературной сверхпроводимости в Институте физики твердого тела. Это безумно интересно. Это сверхнизкие температуры, жидкий азот, жидкие гелии, магнитные поля, электронные микроскопы. Очень все интересно. И все это абсолютно невозможно было без математического анализа, компьютерного моделирования и достаточно сложного программирования. В банк я попал, в общем, наверное, случайно. Мне позвонил мой друг и спросил, а почему мне не попробовать себя со своим программированием в банковской области. Я решил, почему не попробовать. И, как сейчас помню, первое, что я делал, я писал фронт-офис и бэк-офис программы для кредитования корпоративных клиентов в банке. Постепенно я рос как разработчик, все больше становилось руководящей работой. И так постепенно я стал IT-директором, пройдя через все, чем сейчас я управляю. Это мне очень помогает в моей профессиональной работе. Но надо сказать, что вы совершенно не оригинальны в вашем пути, точнее, в его начале, потому что большая часть людей на вашей позиции, с которыми мы проводили беседы, именно начинали с того, что увидели в шестом классе компьютер. Он им понравился, они начали программировать. Некоторые отвлекались еще с паяльником немножко, работали. И очнулись в банке. На позиции IT-директора. Очнулись в банке. А вот подскажите, IT-директор – это уже такая серьезная должность. А вы видите какие-то дальнейшие развития? То есть какие дальнейшие направления для себя? Сейчас удивительное время. Сейчас, наверное, сложно найти отрасль, которую не задевает цифровая трансформация. Все становится цифровым, все больше и больше. А это значит, что все ближе и ближе к этой области становятся информационные технологии. И позиция IT-директора, она очень сейчас своевременная. Это возможность для IT-директоров, в общем-то, напрямую поучаствовать вместе с бизнесом в части их развития. Есть сейчас достаточно новая такая позиция в некоторых организациях. Chief Digital Officer – это правильная, своевременная роль. Это человек, который не просто визионер, а это достаточно глубокий профессионал в части IT, который понимает, какие практические результаты может дать применение новых технологий, который может быть помощником бизнесу для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы проводить цифровую трансформацию, делая это с четким пониманием, на что действительно способны технологии, и какие они при этом имеют ограничения, какие приносят риски. Поэтому сейчас IT-директорам проще двигаться в сторону помощи бизнеса, в сторону Chief Digital Officer. А насколько именно у вас в банке такая хорошая конструктивная интеграция в IT и бизнес? Хорошая интеграция. Повезло? Да, повезло. Действительно. Но это часть, наверное, той самой цифровой трансформации. Дело в том, что IT в большинстве коммерческих организаций выглядит примерно одинаково. Они завалены на месяцы вперед работы, иногда на годы. И выделять целенаправленное время и ресурсы, которых и так не хватает, просто на то, чтобы заниматься инновациями, во многих организациях это непозволительная роскошь. И по большому счету инновации даже по-другому рождаются. Они становятся практическими и применимыми, когда они относятся к конкретному продукту, к конкретному сервису, который применяется и который разрабатывает IT не сами, который они разрабатывают вместе с бизнесом. Потому что инновации, они вообще не работают в модели заказчик-исполнитель. Не может быть такого, что бизнес скажет в IT, вы, пожалуйста, пойдите, придумайте инновацию. И вот как внедрите, вы возвращаетесь к нам, мы посмотрим, будем думать, что с этим делать. Не работает так, только в совместной команде это получается. У нас так построена работа с розничным бизнесом. У нас выделена команда айтишников, это бизнес и системные аналитики, это разработчики, которые вместе с бизнесом учатся работать по-новому. Они выстраивают очень доверительную атмосферу в единой команде, толерантную к ошибкам. Они вместе ставят задачу, вместе думают о том, как ее разделить на этапы, чтобы ее достигать. И метаболизм такого вот нового организма, он очень высокий. Они достаточно быстро ставят новые эксперименты, делают ошибки, понимают, куда идти не надо. И вот так рождаются инновации. Мы так работаем в модернизации и создании систем для дистанционного обслуживания, для интернета, для мобильного банка. Скажите, все эти инновации должны существовать в рамках некой стратегии развития бизнеса? Или это достаточно спонтанные вещи, которые рождаются сами по себе, как-то в ходе вот этого взаимодействия команд ваших? Нет, нет, только не спонтанно. Безусловно, это делается в рамках развития стратегии. Эту стратегию у нас не делает какой-то один выделенный человек. Я даже не думаю, что это возможно. Потому что, когда мы говорим о цифровой трансформации, это та работа, которую должны делать вместе бизнес и IT. Мы делаем это вместе, а утверждает ее правление банка. А вот любопытно, вот лично вы, Михаил, что понимаете по цифровой трансформации? Давайте поговорим просто о понятийном поле, о проделениях. Хорошая тема. И вообще о том, как померить цифровая трансформация, она вообще происходит, не происходит. Во-первых, это модно. И встречая друг друга, люди обязательно спрашивают, ну а как у вас трансформация-то идет? Вы уже стали цифровыми или еще поработать немножко надо? Где вы там? Цифровая трансформация – это переход к использованию все большего количества цифровых каналов, уход от классических моделей и применение новых технологий, не абстрактных, вот сегодня мы можем задеть тему блокчейна, например, а с точки зрения практического применения в сервисах, которые мы даем клиентам. И с этой точки зрения трансформация, она, как любой другой процесс, она измерима. Для нее можно определить ключевые показатели эффективности и по этим KPI смотреть, трансформация идет или нет. Только этими KPI надо случайно не заменить KPI эффективности бизнеса и организации. Это совсем другое. Я себе это вижу следующим образом. Если мы говорим о взаимодействии с клиентами, то мы можем мерить долю взаимодействий с клиентами, которые идут через цифровые каналы по сравнению с классическими каналами, с их обращениями в колл-центр и приходами в отделения. Еще приятнее и проще говорить с точки зрения денег и прибыли. И здесь может применяться такой же подход. Можно мерить прибыль, которую организация получает напрямую или опосредованно от оказания сервисов и продажи товаров или услуг через цифровые каналы. Так что цифровая трансформация – это очень практическая вещь. Это не абстракция больше. Она же затрагивает и, наверное, какие-то организационные изменения привносит в вашу деятельность. Да, безусловно. И вообще цифровая трансформация, я считаю, что она напрямую зависит от двух очень важных факторов. Первое – это изменения в организации, безусловно. Потому что цифровая трансформация бизнеса, даже при том, что есть слово «цифровая», ее не получится сделать силами IT. И бизнесу придется участвовать в этом. Эта трансформация заключается в том, что бизнес со своей стороны должен менять модель взаимодействия с IT, уходить от отношений заказчик-исполнитель и идти к партнерской модели взаимодействия. А IT со своей стороны должно думать о том, как практически применять эти инновации. Как помогать бизнесу в том, чтобы новые технологии, о которых мы узнаем и которые мы изучаем, чтобы они применялись. Это, тем не менее, относится к команде, потому что команда должна начать работать по-другому. В нашем случае продолжить, мы уже начали работать по-новому. Но я с вами абсолютно согласен, это организационные изменения. Оставить это в модели, когда мы вам ставим задачу, вы ее исполняете, приходите с результатом, не работает. Для цифровой трансформации непригодно. И есть второй еще очень важный фактор, который я считаю важным фактором успеха для цифровой трансформации. Это прагматичность. Прагматичность – это в значительной степени уметь определять, что мы не будем делать. Потому что цифровая трансформация – это такая область, в которой хочется делать все одновременно. Оно же все цифровое, оно все так близко, оно так рядом. Надо четко понять, этого мы делать не будем. Или это не первый приоритет. А по тем направлениям, по которым мы приняли решение, что мы будем двигаться, надо двигаться маленькими шагами. Концепция MVP – Minimum Viable Product – она очень хорошая. Она позволяет делать небольшие итерации, быстро видеть, что какие-то инициативы не оправдывают ожидания. И их быстро останавливать. А какие-то дают результаты даже маленькими шагами. И именно в этом направлении надо двигаться. Только делать это надо очень быстро. Прекрасно. Михаил, давайте сделаем небольшую рекламную паузу. Уважаемые зрители, пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые зрители, мы продолжаем передачу технологии личности «Цифровая трансформация» в студии ведущей Юрия Скачкова, Светлана Самовичева. Еще раз здравствуйте. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях Михаил Дугаев, директор департамента информационных технологий «Юникредитбанк». Еще раз здравствуйте. Михаил, вот в принципе у нас, мне кажется, впечатление сложилось, что ваш банк, он действительно находится в активной фазе трансформации цифровой. А как вы считаете, потенциальные клиенты и вообще наше общество, оно готово к этой трансформации? Оно трансформируется? Я думаю, что клиент избалован и завален цифровыми сервисами, и проблемы готовности клиента к этому, ее вообще нет. Проблема на нашей стороне, проблема вырабатывать те сервисы и предлагать те продукты клиенту, которые действительно окажутся ему нужны, и которые действительно будут востребованы, даже при том, что он сознательно этого, может быть, и не хотел. Вот возьмите Angry Birds. Разве стоял вопрос готовности клиентов стрелять из рогата красными и синими птицами по зеленым свиньям? Я вам до сих пор не понимаю. А бегать с телефонами и ловить покемонов? Оказывается, клиент готов был, да? То есть, я думаю, что этой проблемы действительно нет. И тут еще важно вспомнить о том, что наши завтрашние клиенты – это миллениалы. Это люди, которые живут в системе совершенно других ценностей. С точки зрения вчерашних банкиров, это циничные, беспринципные люди, которые, как клиенты, они скорее доверят свои деньги социальной сети, потому что там их друзья, потому что там они живут и общаются. Нежели банку со 150-летней историей и мраморными колоннами. И вопрос в том, чтобы мы трансформировались, чтобы мы успевали меняться так, чтобы предлагать клиентам те сервисы, к которым они на самом деле уже готовы. Но мы здесь, мне кажется, все-таки про относительно молодого клиента. Ну так, молодежь среднего возраста. Нет разве возрастного критерия какого-то? То есть, все-таки, не знаю, пенсионеры, они тоже готовы? Конечно, это все так. Вы правильно говорите. Мы должны ориентироваться на широкий спектр клиентов. Те клиенты, о которых вы говорите, мы с ними умеем уже работать. У нас есть классические, хорошие, работающие модели, к которым мир привык. Позвонил в колл-центр, пришел в отделение, тебе перезвонили, привезли карточку. Это хорошая, понятная, работающая модель. Но когда мы говорим о цифровой трансформации, это как раз вопрос ухода от этой модели. Потому что мир меняется, и жить таким образом не получится. Сейчас на рынок стремительно врываются финтех-компании, которые молодые, агрессивные, очень быстрые, гораздо быстрее банков, которые очень оперативно предлагают клиентам новые сервисы. И сдержать или избежать этого просто не получится. Вопрос готовности банков и умения эффективно с ними взаимодействовать и работать вместе на одном рынке. Ведь эти компании, они скоро будут фронтом для наших клиентов. Со стороны банка мы должны по-прежнему предлагать наши сервисы, обслуживать этих клиентов с учетом финтех-компаний. Это требует серьезной трансформации внутри. Поясните, финтех-компания – это что такое? Я слышал этот термин несколько раз. Это компании, которые предлагают финансовые сервисы, но не в смысле классического банкинга. Яркие примеры могут быть переводы денег в социальных сетях. Это делает не банк, с этим выходит финтех-компания, например. Понятно. Скажите, такой вопрос меня интересует. Все идут примерно в одну сторону. Можно предположить, что финансовые услуги будут каким-то образом унифицированы. И те сервисы, которые банк, двигающийся по пути цифровой трансформации, предлагает клиенту, тоже будут более-менее стандартизированы. Как в этих условиях можно обеспечить конкуренцию? Каким образом показать свои преимущества, если у всех все примерно одинаково будет выглядеть? Вы затрагиваете хороший вопрос. Это разговор о том, станут ли банковские сервисы однажды комодитис, так как стали телекомы, например. Я думаю, что ответ состоит как раз в умении работать с финтех-компаниями. И здесь серьезное направление развития банковской сферы – это создание открытого программного интерфейса к своим IT-платформам. Это нужно ровно для того, чтобы научиться эффективно взаимодействовать с участниками рынка. Когда приходит финтех-компания, она не может предоставить клиенту все банковские сервисы. Во-первых, для этого нужна банковская лицензия. Во-вторых, для этого нужен опыт работы, нужна инфраструктура. Много что нужно. Но финтех-компания умеет работать с клиентом и предлагать ему те сервисы, которые востребованы. Банк должен уметь работать с финтех-компаниями, предоставляя базовые возможности своей IT-платформы наружу. Это могут быть элементарные вещи. Авторизация клиента, его идентификация, денежный перевод, запрос остатка по счетам или по продуктам. Вот банки, которые не будут двигаться в этом направлении, для них это станет уже не вопросом развития завтра, это станет вопросом выживания. То есть предполагается, что в неком средней перспективе будущего банки будут интегрированы с такими организациями, как телеком-провайдеры, социальные сети. Может быть не напрямую, может быть как раз через финтех-компании. Но в принципе да, это неизбежно. Банкинг с классическими сервисами, которые предоставляются сейчас, он будет уменьшаться. Почему мы говорим о цифровой трансформации? Она неизбежна. Сервисы, которые идут через цифровую среду, их становится все больше и больше. И в первую очередь это происходит потому, что они востребованы клиентом. Клиент хочет этого, он ищет эти возможности, значит рынок будет их предлагать. Ну а какие-то фундаментальные базовые функции, предоставляемые именно банком, которые клиент не может получить от финтех-компании, это вот что? Что остается у банка такой, корр? Я скажу так, один из главных продуктов, которые банк предлагает клиентам, это доверие. Клиент доверяет банку свои зарплаты, денежные переводы, свои сбережения. И банк обеспечивает, прикладывает огромные усилия для того, чтобы обеспечивать такую безопасность. И я думаю, вот эти как раз базовые сервисы, когда клиент отдает свои деньги, это в любом случае будет оставаться в банках, по крайней мере пока. Плюс к этому есть вопросы взаимодействия между банками. Надо помнить, что это не локальная область, банки есть в нашей стране, они есть за границей. А еще есть очень важные вопросы регулирования банковской деятельности. К сожалению, надо помнить о том, что развитие эры цифровых технологий, оно открывает новые возможности мошенникам тоже. И регулирование, которое у нас идет от государственных органов, оно очень важно. И я не уверен, что финтехкомпании способны будут со своей стороны это обеспечить, а регулятор готов будет отдать им эти функции, будучи уверенными, что они будут правильно выполняться. Поэтому все базовые сервисы останутся в банке. Михаил, я вижу определенную опасность, даже с точки зрения доверия обеспечения безопасности, потому что есть такие вещи, как распределенный реестр, блокчейн, где надежность транзакции подтверждается уже без участия какого-то человеческого фактора. Это делается автоматически внутри, скажем так, компьютерной сети. Есть понятие умных контрактов, которые исключают, например, необходимость задействования банковских ресурсов для проведения налоговых платежей, к примеру. Это какая-то пугающая перспектива. Все больше и больше автоматизации, и банки, мне кажется, должны искать свое место в этом новом будущем. Банки находят свое место в этом будущем, безусловно. Технологии, о которых вы говорите, с точки зрения применения в финансовых институтах, это пока только первые ступени достаточно длинного пути. Я бы сказал, что применение технологий блокчейна и умных контрактов, это пока что больше проба пера, это первые шаги. Но это неизбежное будущее, которое наступит. Банки, с точки зрения применения этих технологий, они достаточно быстро нашли нишу использования этих технологий. Например, прямое взаимодействие друг с другом, как раз с распределенной книгой, в которой регистрируются все движения средств. Это позволяет работать гораздо быстрее, работать напрямую. Да, это все нас ждет. И с одной стороны, это открывает новые возможности для проведения бизнеса, с другой стороны, как вы правильно говорите, это помогает защищаться от киберугроз. Мне бы хотелось, если вы не против, да, Михаил, вернуться все-таки, может быть, к личности, у нас передача технологии личности. Поэтому вот все-таки мы говорили о каких-то общих трендах, да, в отрасли вообще. А вот ваши личные достижения, достижения вашей команды, банка, может быть, в рамках трансформации тоже самое. Можете поделиться чем-то? Люди. Мое главное достижение – это люди. Я работаю в Юникредитбанке два года примерно, и считаю, что мой главный результат и мой главный успех – это слаженная и профессиональная команда, которая сейчас может решать любые самые сложные задачи, и при этом она ценится нашими коллегами из бизнеса. Сама команда сделала достаточно много, и если говорить о результатах, я бы хотел отдельно остановиться, в первую очередь сказать о очень большой программе трансформации нашей банковской системы. Это программа Core Banking Transformation, которая у нас в этом году должна быть закончена. Это очень масштабные изменения. Мы выводим из эксплуатации устаревшее ядро банковской системы, значительно модернизированы системы расчетно-кассового обслуживания, казначейских операций, главная книга. Мы переходим к сервисной модели, разделяя системы на продуктовые, учетные, и сильно дорабатываем интеграционный слой. Это же нам будет помогать в следующих наших шагах, о которых я только что говорил, с точки зрения создания открытых интерфейсов. Другие проекты мы много сделали для развития дистанционных каналов. Мы существенно улучшили интернет-банк для корпоративных клиентов, это бизнес онлайн, и для физических лиц интернет-банк Enter Unicredit, и мобильный банк Mobile Unicredit. Также мы перевели наш контакт-центр на современную платформу Cisco. Мы много уделяем внимания автоматизации процессов. Иногда это могут быть с виду не очень большие задачи, которые на самом деле дают большой результат. Например, в результате автоматизации и оптимизации процесса кредитования малого-среднего бизнеса мы ускорили одобрение кредитной заявки в два раза. А оптимизировав процесс открытия счетов, мы теперь можем открыть счет физическому лицу за 10 минут и избавляем его от необходимости приходить повторно в банк. Так что у нас много задач решается. Впечатляющие результаты. Михаил, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Большое вам спасибо за интересный разговор. Уважаемые зрители, в эфире была программа «Технологии и личности. Цифровая трансформация». Наш гость Михаил Дугаев, ведущая Светлана Самовичева. Я Юрий Скачков. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok